Губернатор края Олег Кожемяков в рамках рабочей поездки в Арсеневский городской округ посетил Приморский авиационный техникум, ученики которого связывают свое будущее с заводом «Прогресс». Кем вы будете выпускаться? Инженеры. Инженеры? Да. И уже будущее вы связываете непосредственно с заводом? Ну да. Сразу опыт работы набирается и учеба. Ну и вы уже примерно свои специальности предполагаете, должности какие вы займете? Конечно, да. Уже есть наработки. С жильем как у вас ситуация? Ну жильем. Некоторые в общежитии живут, некоторые с родителями живут в квартирах. Если мы построим новое жилье, это будет элементом привлечения? Несмотря для кого. Ну как, для специалистов? Ну если для специалистов, то да. Вопрос обучения новых специалистов обсудили на совещании. Так, по словам исполнительного директора Арсеневской авиационной компании «Прогресс», ключевым вопросом для них сейчас и являются кадры. Сейчас мы активно взаимодействуем со всеми органами власти, с, так сказать, бизнес-сообществом края, с целью максимально сжатые сроки докомплектовать предприятия теми кадрами, которые нужны для выполнения поставленной задачи. Олег Кожемяка подчеркнул, что в Арсеневе должно быть первичное и среднее профессиональное образование с возможностью на базе ДВФУ получить специальность с перспективой высшего образования. Просматривается модель о необходимости здесь открытия и центра обучения, подготовки пилотов на базе имеющего АУЦа, вот, тех тренажеров, которые есть на заводе. А также в перспективе нужно смотреть по подготовке специалистов, кто занимается эксплуатацией ледной техники и непосредственно подготовку ледного состава. Это даст нам полную модель сопровождения, во-первых, работников завода, от рабочего звена до инженерного, и даст возможность переподготовки непосредственно пилотов для управления этой техникой в последующем, не только боевым вертолётом, но и гражданской техникой. Средства на постройку в Арсеневе 200 арендованных квартир для специалистов авиапредприятия уже предусмотрела Минвостокразвитие по поручению президента России Владимира Путина. Глава Приморья добавил, что эти перспективы дадут возможность работать заводу, людям видеть горизонт планирования на 10-15 лет. Артём Белов, Анна Дьякова, Новости на Восьмом.